Могилёв стал уютнее и зеленее На осеннем субботнике более 50 тысяч горожан наводили порядок во дворах, убирали листву и садили деревья Это город, мой город, я люблю его, хочу, чтобы он был чище, был более, лучше стал Чтобы горожанам было приятно гулять по парку, увидеть, как растут деревья, чтобы было более зеленее Я исконная моя девчанка, мне хочется, чтобы город не было хорошо, а хозяин должен всегда следить за чистоту города И поэтому мы здесь Как можно сделать город лучше, не работая при этом руками? Вот мы как бы так подумали и решили, что субботник – это отличное время для того, чтобы попытаться как-то облагородить наш город И решили прийти сегодня сюда Наверное, субботник – это тот день, тот повод, чтобы сделать наш город краше И приятно будет потом с детьми выйти на эту же аллею и узнать, что конкретно эти деревья посадили мы и рассказывать Главной площадкой субботника стал будущий парк отдыха в Подниколье Здесь плечом к плечу работали представители городской власти и просто могилевчане Все вместе они посадили более полутысячи саженцев Деревья разных форм, это будут колоновидные, шаровидные, обыкновенные, раскидистые И также осенью листва будут чередоваться красные, зеленые, желтые То есть все сформировано так, чтобы радовать глаз отдыхающих Со временем Подниколье превратится в красочный природный оазис И это, конечно, благодаря общим усилиям неравнодушных жителей города Теперь в парке представлены все породы деревьев, которые растут в Беларуси Вот, все, ложим, ложим, она будет, с ней идет и будет нормальная Все, потом будет так вот держать, хорошо? Вот так вот И дальше будем продолжать посадку деревьев до самой поймы Днепра Там практически мы все работы, что касается вот этих всех зон отдыха уже завершили Осталось только нам поставить питьевые фонтанчики, которые сегодня мы уже изготавливаем Они будут тоже красивые Дальше полностью сделать освещение, завершить формирование велодорожек Потому что здесь будет велодорожка по кругу Будем продолжать установку скамеек, значит, игровых площадок Спортивных тренажеров, потому что они востребованы То есть парк должен жить своей жизнью Случится это уже в следующем году 2018-й станет прорывным для Подниколья Здесь появится лестница от площади Аджиникидзе Веревочный городок, футбольное поле, каскадный фонтан И аллея городов-побратимов Автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси или личное авто Каждый волен сам выбирать, как ему удобнее добираться из пункта А в пункт Б Основной пассажиропоток приходится на автобусы и троллейбусы Но часто жители Могилева ждут именно маршрутку, чтобы добраться до пункта назначения комфортно и быстро Здравствуйте, вы, наверное, маршрутку ждете, да? Маршрутку А какой номер ждет? Тройку А хорошо ходит? Хорошо Тричетвертый хорошо ходит А какой плохо? Какой плохо? 12-й вот редко ходит в мой район Калончик всегда дают? Дают, да, всегда А стоячих людей берут? Ну, здесь очень надо ехать, что делать, опаздываешь А маршрутки все у нас хорошие? А некоторые, честно сказать, оставляют желать лучшего Ну, хотя бы тогда сделали стоимость поменьше Среди неудобств некоторые пассажиры называли неприятный запах топлива, сквозняки и даже заливание дождем Но вот посчитать это причиной для более низкой цены за проезд может только перевозчик Ну, здесь все зависит, будем так сказать, на совести самого перевозчика Конечно, на каждом маршруте цены не разнятся Кто-то, у кого-то эта маршрутная сеть пролегает чисто только по городской линии маршрута Кто-то должен выезжать согласно паспорту маршрута и выезжать за пределы города Могилева Качественные услуги маршрутных такси – это и регулярные движения И если на Первомайской или на проспекте Мира уехать на чем-нибудь можно в течение пяти минут То в отдаленных районах маршрутки ходят не так часто Узнать, когда приедет нужный именно вам автобус или троллейбус, можно, посмотрев расписание На остановочных пунктах есть специальные информационные таблички А еще автобусы и троллейбусы оборудованы навигаторами За их передвижением можно следить в режиме реального времени собственного смартфона А вот маршруток нет ни в расписании, ни на карте Хотелось бы, да Просто будет дисциплинировать, наверное, даже самих водителей Можно подрасчитать время, когда можно быть на остановке То есть навигация нам нужна на маршрутках, да? Нужна, нужна Я пользуюсь навигацией автобусы, троллейбусы Но сами перевозчики и индивидуальные предприниматели считают, что необходимости в навигаторах нету И мы придерживаемся четко каждой секунде, минуте графика Если там не случилось какое-нибудь ЧП на дорогах И если у меня машина поломалась, я могу позвонить оператору и сказать Машина, от этого пассажиры не страдают, потому что машина следующая, мы сдвигаемся Если человек работает на маршрутке, ну, в принципе, занимается этим бизнесом, да Ему же надо заработать, а не дать кому-то отчет, работал он сегодня или не работает Деятельность маршрутных такси контролирует государственное предприятие Могилевский городской центр развития малого предпринимательства Оператор уверен, установка навигаторов будет не только контролировать недобросовестных водителей Но и поможет самим перевозчикам избежать порой необоснованных жалоб от пассажиров Таким образом перевозчиков, будем так говорить, не обижать этими жалобами Мог конкретно, обоснованно ответ дать, например, жалобе той или иной, что данное маршрутное такси было в таком-то промежутке времени на маршруте Но так как оно маршрутное такси, оно может, например, если переполнено, просто на остановке не остановиться, а поехать, все В Могилеве 28 маршрутов, каждый день их обслуживают 450 машин Чтобы пассажирам было удобно, некоторые прокладывают до близлежащих деревень Одно из новых направлений – маршрутка 36Т, которая отправляется от остановки Парк-Сити в Малую Барку По просьбам пассажиров и перевозчиков иногда маршруты меняются Единица, например, теперь ездит чуть дальше до конца улицы Жекужной Восьмерка заезжает в деревню Калевая Схемы движения поменяли 16 и 34 Маленькие и большие дела Отлучиться на минутку, попудрить носик Об этом обычно не говорят, но часто думают, как и куда Сколько туалетов в городе, их состояние и стоимость посчитали создатели виртуальной туалетной карты города И, судя по ней, туалетов действительно хватает Но макилевчане считают иначе Абсолютно не хватает, это действительно проблема, особенно если долгое время находишься на улице Нет, не хватает, особенно когда пожилые люди А вот в Зональном центре гигиены и эпидемиологии эти утверждения готовы опровергнуть Хватает у нас общественных туалетов в городе? Хватает Ведь проверяют их регулярно и с пристрастием Общественные туалеты входят в состав других крупных объектов, которые санитарная служба города проверяет ежегодно Это такие объекты, как вокзалы, торговые центры и рынки По санитарным правилам устройства и содержания общественных уборных Количество туалетов в городе рассчитывается по нормативу Один унитаз на 500 человек Радиус обслуживания не должен превышать 500-700 метров Количество туалетов, необходимых для населенного пункта Нормируется не санитарными, а архитектурными и градостроительными нормами А вот уже санитарными нормами нормируется установка биотуалетов Все для людей, и чтобы те не испытывали неудобств Голубенькие скворечники то и дело появляются на улицах города Числятся они на балансе дорожно-мостового предприятия На балансе у предприятия 12 биотуалетов Которые мы используем для проведения культурно-массовых мероприятий Городских и районных Тут пару дней, там пару дней Передвижные уборные путешествуют по Могилеву Но кочевая жизнь никак на гигиене не сказывается Два раза в день уборщица служебных помещений Обвозим и чистим туалеты И по мере необходимости машина специально осензаторская откатывает их Биотуалетов в дорожно-мостовом предприятии с запасом Там знают, что очередь в туалет самая неподкупная Но это летом, а вот зимой биотуалеты использовать не получится Зимой замерзают, и потом нельзя их использовать, не перевозить ничего Мест, где тепло и мухи не кусают, в городе все-таки маловато У ДМП их всего два На нашем балансе, кроме биотуалетов, есть еще два стационарных общественных туалета платные Стоимость одного посещения 35 копеек А где они находятся? Это туалет на пересечении улицы Ленинской проспекта Мира в подземном переходе И туалет в парке имени Горького на площади Славы Туалет в парке Горького – один из самых известных Слава о туалете на площади Славы раньше была не очень Но сейчас тут все с ремонтом и чистенько А в будни еще и тихо Вот он такой, общественный туалет в городе Могилеве Все стандартно Чувствую себя Леной летучей Только без перчаток Все стандартно, но все работает И даже вода горячая есть И даже руки высушить можно Обязательно должны быть туалеты и на вокзалах В Могилеве они платные 50 копеек стоит посещение заведения типа М и ЖО на железнодорожном вокзале На 10 копеек дешевле – это удовольствие на автовокзале А для крупных торговых центров свои требования Поэтому центральный универмаг, да и другие крупные торговые центры Приветливо распахивают свои двери В туалет в том числе Во всех торговых центрах торгующие продовольственными товарами Там выше 400 метров квадратных Если в обязательном порядке должны быть общественные туалеты И они и есть в торговых центрах А платными они должны быть или бесплатными? Платными или бесплатными санитарными правилами не устанавливается Прописано в санитарных правилах, что в остальных объектах питания, бытового обслуживания Если нет общественного туалета, то должен быть доступ в служебный туалет Который в обязательном порядке имеется на данном объекте Слово постановления Министерства здравоохранения Беларуси за номером 102 Двугодичной давности И гласит, что туалеты и в кафе, и на заправках теперь для всех Но не все могилевчане об этом слышали Мы знаем, что сейчас все платное, а бесплатного ничего нету Я слышала, но я бы, например, постеснялась В общем, теперь стесняться не надо И терпеть тоже Уже в декабре в почтовые ящики белорусов опустят квитанции со счетом на оплату отопления за целый месяц Традиционно летняя жировка отличается от зимней на 50% Это примерно будет увеличение квитанции в отопительный период до декабря месяца, до повышения тарифов Примерно 15-20 рублей в разнице с летней жировкой То есть если мы сейчас платили 40 рублей, то есть 15-20 рублей сверху, это 55-60 рублей в зимний период Выходит, если средняя зарплата по могилеву за сентябрь 784 рубля, то квитанция за стандартную двушку, в которой прописано 3 человека, составит около 4% семейного бюджета Мы поинтересовались у могилевчан, какой процент их семейного дохода уходит на коммуналку Ну процентов сколько? 20, наверное Это скорее по питанию основная сетя расходов, но не коммунальная Процентов 5, наверное Напомним, что малообеспеченные слои населения могут претендовать на субсидию Воспользоваться ею можно, если на оплату коммунальных услуг уходит более 20% семейного бюджета Для людей, проживающих в сельской местности – 15% На сегодняшний день по выявительному принципу в городе Могилеве претендует 17 тысяч человек на получение субсидий По заявительному принципу, в принципе, любой человек может подойти, написать заявление и по нему будет осуществляться административная процедура Между тем и сами жители Могилева знают, как сэкономить на коммуналке Когда появился первый ребенок старший, то, конечно, мы все делали по правилам, как в книжках написано То есть каждый день купание, когда появился второй ребенок, то уже времени стало меньше И в основном мы теперь принимаем душ Уже на ванну нет ни времени, ни сил И заметили, что экономия воды получается очень существенная Где-то по деньгам, наверное, раз в семь меньше мы стали платить Елена воспитывает двоих детей Всех их нужно обогреть, накормить и искупать Чтобы сэкономить на коммунальных расходах, в семье существуют негласные правила Мы заменили смесители с одним рычажком То есть получается, что это и удобнее всем пользоваться, и экономия воды тоже на этом можно сделать Конечно, мы заменили лампочки на энергосберегающие Это удобнее гораздо, потому что их приходится реже покупать Но и муж посчитал тоже, что экономия энергии получается в разы В холодильник должен стоять до лет плиты и батареи Рядом с источниками тепла потребление электроэнергии удваивается То же происходит, если в морозильной камере толстый слой льда Не случайно в доме Елены выбраны и светлые обои Мне очень нравится светлый интерьер И когда я делала ремонт, прочитала, что оказывается светлые обои отражают 80% света А темные только 15% То есть это опять-таки и красиво для меня, и экономно Деревина уверяет, что выполняете простые правила За счет сокращения потребления электроэнергии и воды Семья экономит до 30% коммунальных расходов Виктор Сергеев уже 11 лет работает с лесарем-сантехником Он не только знает, но и видит, в какую трубу уплывают деньги Из-за маленькой, на первый взгляд, неисправности сантехники Капающий кран или неисправный сливной бачок Дает утечку до 250 литров в сутки Если жилец заинтересован по исправлению ситуации То тогда, как говорится, все в его руках По мнению экспертов, 40% тепла покидает наше жилище через липкие окна Хорошие стеклопакеты поднимут температуру в помещении на 2-5 градусов Еще один градус можно прибавить, если за батарею установить теплоотражающий кран Сделать это можно из алюминиевой фольги Если задастся целью и проанализировать свои коммунальные расходы Можно значительно сэкономить Ведь умный дом – это не только передовые технологии Но и прежде всего жильцы, которые подходят ко всему с умом И от эффектного выхода, и от воспоминаний прошлого Могилевская публика ни на минуту не смолкает, подпевая звездам диско Дуэт Баккара, который в свое время гремел не меньше, чем Абба и Бунием Словно перенес зрителя в 80-е В этом и есть сила Золотого Шлягера Лучшие песни прошлых лет Лучшие исполнители, которых, как и прежде, меломаны готовы встречать бурными аплодисментами Александр Серов Спасибо огромное, дамы и господа, дорогие друзья, дорогие сепры Палитра Золотого Шлягера 2017 снова звездная, как и его хиты В исполнении Александра Серова сначала у могилевчан бурю эмоций вызывает челитта Из репертуара Клавдии Шульженко Затем карнавал Валерия Абадинского Ну и, наконец, то, зачем точно шла женская половина зала Самые проникновенные слова о любви И снова, что говорится, на разрыв аорты Александр Серов впервые на фестивале И то, как встретила его могилевская публика, наверняка заставит его приехать сюда вновь Люди очень позитивные, настроены на всех артистов Всех принимают очень красиво, очень достойно Всех принимают с душой и с откровенным признанием того, что у них сегодня праздник Помимо того, что Золотой Шлягер – это всегда большой праздник Для Могилева это престиж и уже бренд Артисты на этот раз из девяти стран мира, которые украсили шлягерную неделю своими хитами Тому доказательства Я, конечно, наверное, еще все-таки другой уже поколению Но поверьте, для меня фестиваль очень важен, так как я сама из города Могилева Я помню, когда еще не была на большой сцене, я приходила смотреть с замиранием сердца Поэтому Могилев-Золотой Шлягер Выходцы из Могилева, а теперь известные белорусские вокалисты Никогда не отказывают себе в удовольствии побывать на этой сцене Шлягеру от них самые теплые слова Я желаю Золотому Шлягеру, я желаю городу Могилеву процветания, добра, благополучия в семьях, музыки безграничной, только новых горизонтов, завоевания сердец И, конечно же, это любви Я всем желаю любви А Золотому Шлягеру жить и быть еще долгие-долгие десятилетия Благодаря именно своей концепции откристаллизовываются самые лучшие песни И именно здесь они локализуются на этом фестивале Для зарубежных исполнителей выступления на Золотом Шлягере порой это еще и знакомство с городом Не оставили равнодушной прогулки по Могилеву и российскую певицу Ирину Шведову Я, во-первых, посмотрела город, несмотря на дождь и ветер Мы фотографировались на Днепр, мы поехали в монастырь Мне очень понравилось, подникольский, да, я правильно произношу Мне очень понравилось здесь, и я хотела бы приехать еще Волноправный участник Золотого Шлягера уже долгие годы Вия – синяя птица Про молодость и чувство любви снова напоминают их белый теплоход «И ты мне не снишься» Не обошлось, конечно, и без самой задушевной и нежной песни их репертуара Могилев для них уже хорошо знаком и узнаваем, а после общения с нашей съемочной группой теперь и наша передача Пусть Могилев живет, процветает, и пусть фестиваль остается здесь Вот как он начался, так и вот, и пусть идет Смотрите передачу «Встретимся у звездочек» Золотой Шлягер простился со зрителем под гимн фестиваля Его артисты исполнили все вместе Про незабываемую музыкальную осень 2017-го И про будущие встречи, которых у Золотого Шлягера впереди еще немало И ночь опустится на землю, и мрак разбавит блеск луны Тьма сгущается, и сегодня открываются врата в другое измерение Лучшие представители клана вампиров со всех уголков планеты прилетели сюда В город Могилев на вампирский бал Ночь обещает быть опасной Бал вампиров в Могилеве в канун Хэллоуина прошел почти в полной темноте Громкая музыка, приглушенный красный свет, антуражные костюмы Каждый пришел в своем образе и продумал не только внешний вид, но и биографию своего вампира до мелочей Давайте поприветствуем мои невесты, они же хозяйки Первый танец, как и водится, был исполнен хозяевами бала В этом году это клан Табуновых и их глава Павла самый взрослый вампир на балу Но точный возраст не называет Признается, переезжая на новое место всегда чувствует себя моложе Мы очень древний клан, в последнее время мы обосновались в городе Могилев Очень подходит на место по атмосфере и по погоде Очень хорошее по энергетике, по подходящей нам, как вампирам энергетике, место это звездочет, площадь на звездочете В этом году на балу появился Оракул из Дельфы Хозяева бала долго уговаривали его посетить те мероприятия и в последний момент им это удалось Попасть на бал стало не так-то просто Приходят гости, они пишут свои пороки и только после этого они проходят Я своего рода билетер в этом обещании Как оказалось, самыми распространенными пороками на балу стали гнев и лень Но и остальные пять пороков встречались А как иначе, вампиров было много и собрались они со всей планеты А из какой страны вы к нам прилетели? Румыния, дорогая моя, только Румыния Прекраснейшая страна, отличные люди, очень вкусные И даже мертвые способны на любовь На балу мы познакомились с парой вампиров из далекой Аргентины Когда эти двое вышли на танцпол, время остановилось Все в этот момент было для них двоих И я увидел эту замечательную девушку, она меня околдовала И семь пороков в лице дьявола в ночи прибыли на этот бал Скажите, какой из пороков самый страшный? Мне кажется, в наше время каждый порок проявляется максимально ярко Но, несмотря на возникающие порой трудности, мы желаем вам не отчаиваться А находить прекрасные в мелочах, почаще улыбаться и говорить комплименты друг другу Ну и, конечно... Встретимся у звездочёта Воплощение детской мечты Творческого порыва и киноискусства Вся многогранность уникального международного фестиваля анимационного кино «Анимаёвка» В его символе с золотом карандаше в полтора метра Это своеобразный подарок городу и фестивалю за 20 лет работы Анимация сконцентрировалась вся здесь И, я думаю, это оценивают и те, кто устраивает фестиваль и готовит И потом дальше зрители и большие и маленькие Так что для города это явно событие Идея открытия анимаёвки появилась в 1998 году Чтобы поддерживать анимационное кино и знакомить зрителя С лучшими произведениями зарубежной и отечественной анимации В первом фестивале участие принимали аниматоры киностудии «Беларусьфильм» И тогда было представлено 12 фильмов Сегодня анимаёвка — это почти полсотни стран-участниц И около двух с половиной сотен анимационных фильмов из разных уголков мира Динамика здесь замечательная Фестиваль с каждым годом набирает свою какую-то силу Самое главное, что расширяется и география Фестиваль в Багилёве ничем не уступает серьезным крупным международным фестивалям в мире Пожелаю, чтобы горожан удавались все дела Чтобы город расцветал Чтобы больше становилось новых, красивых, интересных мест в городе Ну и чтобы не скучно было жить Анимаёвка — фестиваль для всех Не важен ни пол, ни возраст, ни национальность На языке анимации можно рассказать любую историю При этом не используя ни слова Фильмы разные, на разный вкус И на разную категорию зрителей Так я думаю, что могилёвский зритель может найти себе действительно по интересам какую-то программу Анимация начинается с рисунка Вот почему конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства стал хорошей фестивальной традицией Жюри отметила высокий уровень представленных работ Отмечает, что с каждым годом юные участники мыслят глубже Оттого их работы становятся интереснее и порой совсем не характерны для возраста своего автора Например, автору этого рисунка по мотивам знаменитого ёжика в тумане всего 7 лет И знаете, что всегда ценится? Вот эта вот рукотворность и чувственность передачи своих эмоций Потому что герои мультфильмов, легли в основу которых многие произведения Они, казалось бы, уже настолько выверены художниками-аниматорами Но юный художник, который обращается к этому герою У него совершенно иная подача, совершенно другое чувственное отношение Кстати, во время фестиваля родилась идея журнала детского творчества Гости фестиваля сошлись во мнении Анимаёвку невозможно представить на другой площадке И поклонники, и профессионалы каждые годы ждут те пару дней Когда Могилёв становится мягкой анимационного искусства Сюда стекаются все новинки жанра Я впервые в Могилёве, конечно, я много читал про историю города Празднование 750-летия И у меня очень хорошие впечатления о городе Я покидаю его с добрыми воспоминаниями Если говорить о фестивале, то это очень важное событие И я желаю, чтобы он продолжался еще много-много лет Место замечательное, я считаю Сама идея анимаёвки, я знаю, как фестиваль создавался И во что он развился, это вообще чудо И я недавно говорил организаторам, что я считаю, что это один из лучших фестивалей Такого ранга на территории СНГ А еще это место встречи и обмена опытом Это душевный фестиваль И главное, что есть зрители и отданы все кинотеатры Практически всю неделю для мультфильмов Анимаёвку ждем через год Как всегда, будут и новинки, и интересные встречи И мир анимации, где все понятно и без слов Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»